Голубое топливо в каждый дом Тверской области по доступным ценам. Глава региона Игорь Рудения, исполняющий обязанности заместителя секретаря Генерального совета партии «Единой России» Дмитрий Кобылкин, посетили с рабочим визитом объект газификации в деревню Грузины Торжокского района. Туда наконец-то пришел газ. Этого события местные жители ждали больше 30 лет. Возможность газифицироваться получили 286 домовладений. В общении с губернатором местные жители подняли важнейший вопрос финансовый, а именно снижение затрат на подключение. Мы открываем каждый день, дрова приносим с улицы, ну не с улицы, а с дровями, закладываем дрова. Это приходится делать каждый день, еще и зимой два раза в день, а то и в 3, если 30 градусов. Как гора с плеч, жители деревни Грузины Торжокского района упала такая проблема, как ежегодная заготовка твердого топлива. На смену дровяному котлу пришел газовый, который существенно сэкономит не только силы, но и семейный бюджет, рассказывает местная жительница Марина Ермакова. Мы заготавливали дрова, ну то есть нам привозили не сами мы, конечно, ездили, у нас нет такой возможности, но это опять же большие деньги, потому что нам на зиму нужно где-то примерно 7 машин дров, одна машина дров стоит где-то 6 тысяч рублей. Вот, то есть можете себе представить, сколько мы тратили на дрова, плюс их нужно убрать, сложить. Еще одна жительница грузин Лариса Никитина подтверждает слова односельчанки. Если раньше приходилось экономить газ в баллонах для плит и дрова, то теперь появилась возможность экономить уже деньги. Мы все время просили, чтобы нам провели газ. Мы надеемся, что будет это дешевле, это первое, а второе, ну это более комфортабельно, потому что топливо мы все равно экономили, затапливали где-то с обеда. То есть утром просыпаешься зимой, холодно. Финансовый вопрос подняли местные жители и в личном разговоре с главой региона. Губернатор Игорь Руденя и заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин посетили с рабочим визитом новый объект газификации. Что по поводу газификации, какие пожелания? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы по дешевле стоило. Из-за этого пока не подключаем. Это препятствие, то есть высокая стоимость подключения, это препятствие? А сколько? В среднем, да. Сколько получается? Ну, я думаю, что, наверное, 150 тысяч. 150 тысяч? А кто-то газифицировался уже из вас? Да, у меня в процессе уже. Сколько получилось по деньгам? Ну, вот сейчас, на данный момент, 150. 150 – это цена той самой так называемой последней мили, или последнему этапу процесса подключения. Он подразумевает подключение газу непосредственно самого домовладения. Это цифра, в которую входит и стоимость газового оборудования, для многих неподъемная. На сегодняшний день в деревне 286 жилых домов, две школы, психоневрологический интернат. Пока на подключение газа подано 50 заявок. Ну, это не самый дорогой тариф, который есть на территории Российской Федерации. Есть и подороже. И, конечно, многие просто не в состоянии сделать подключение газа к дому. Поэтому с таким обращением мы, безусловно, разгрузить человека по оплате последней мили, обратимся, как партия «Единая Россия», к главе государства. Я просто, зная его беспокойное отношение к этим проблемам людей. Правительство, со своей стороны, выделило субсидию. Это порядка 30 тысяч рублей на одно домовладение. Это компенсация. Но даже этой субсидии недостаточно для высоких темпов газификации населения и удовлетворения всех желаний, потребностей и заявлений, которые сегодня подаются. Поэтому полностью поддерживаем партию «Единая Россия». И хотели тоже, я как член партии, как представитель регионального совета, тоже обращаюсь с просьбой к руководству партии, Мире Анатольевичу Медведеву. Масштабная газификация в регионе стартовала в прошлом году. Тверская область, одна из первых субъектов, подписала с «Газпромом» региональную программу развития газоснабжения до 2025 года. Стоимость проекта – 25 миллиардов рублей. Таким образом, голубое топливо будет греть жителей 10 юго-западных районов области, где прежде газа не было в принципе. Планируется газифицировать около 46 тысяч домовладений, построить 148 километров газопроводов, отводов и 1100 километров газовых сетей.